8 мая 2005 года прошел матч чемпионата мира в Австрии между сборными России и Чехии. В этом матче решалась судьба первого места в группе Е в рамках квалификационного раунда. В составе сборной Чехии были такие игроки, как Томаш Вакун, Алиш Гемский, Радек Дворок, Вацлав Проспол, Мартин Ручинский, Томаш и Франшти Каберли, Марек Зидлики, Ярослав Спачек, а также Кубина, Сикора, Страка, Вашечек, Пруха, Врбата, Давид Выборны и, конечно же, один из лучших игроков мира, в то время Яромир Ягар. Практически олимпийский состав привез Владимир Ружечко в Австрию. Не хватало лишь нескольких хоккеистов, таких как Роберт Ланг, Милан Хейдук, Алиш Каталик, Патрик Элиаш, Мартин Ирод, Марек Малик, Филип Куба и тогда уже 40-летний Гашек. У России был также отличный состав, близкий к тому, который через полгода сыграет на Олимпиаде в Турине. Это был сплав из опыта в лице Александра Карповцева, Алексея Ковалева, Виктора Козлова, Алексея Яшина, Максима Соколова и молодости в лице Ильи Ковальчука, Александра Семина, Александра Овечкина и Евгения Малкина. Сегодняшний результат, от него зависит, поедет ли наша сборная в Инспорт или все-таки останется здесь. Если взглянуть на турнирную таблицу, то у нас 4 очка, у словаков 5. Два часа тому назад они закончили встречу со швейцарцами и победили за счетом 3-1. И пока словаки переместились на второе место в нашей группе, в группе Е. Но у нас есть возможность, поскольку на одну игру меньше, вот за счет этой игры не только догнать, но и обогнать соперника. Но встреча будет чрезвычайно сложной. Если говорить об истории встреч именно российских команд и чешской команды, а российская история хоккея с 92-го года в пятых мирове ведется, то абсолютное равенство, можно сказать. В 92-м году наши выиграли 4-2, в 95-м проиграли 0-2, в 97-м победили 3-2 в губовом турнире, а в матче за бронзовые медали уступили 3-4. В 98-м году была ничья 2-2, в 99-м 6-1 мы выиграли, но чехи стали чемпионами мира в итоге. В 2001-м мы проиграли 3-4, в 2002-м выиграли в четвертьфинале 3-1, а в 2003-м проиграли 0-3 и тоже в четвертьфинале. Так что по 4 победы и одна ничья. И сегодня как бы что-то преимущество может быть. Но есть еще одно соревнование, по которому можно судить о силах команд, это Евротур. В Евротуре мы сыграли 3 встречи в этом сезоне. Дважды Карья Лакап и Росна побеждала сборная России, ну а на шведских хоккейных играх победа досталась сборной команде Чехии. Ну а у нас сегодня в запасе оказались незаявленными на игру Федоров и Овечкин. Опасно атакует первое наше звено. Кстати говоря, безусловно, лучшие в нашей сборной на этом чемпионате. Сегодня, кстати, я был на тренировке. Все тренировались, чехи за исключением Яромира Ягра. Тренеры дали ему возможность... Выход 1 на 1, это Просмол. Нет, нет, молодец Соколов спасает нашу команду. Ну, успеет Харитонов к шайбе? Нет, не успел. Ну вот, к сожалению, этого не получилось. Отдадим должное Максиму Соколову. Не успел немножечко Марков. Но тоже острота-то была у наших ворот. Простите, у ворот чешской сборной. Ягра с шайбой. Мощно проходит по краю, в свойственной ему манере. И одной рукой буквально отдает пас назад на Проспола. Проспол бросает. Чехи в атаке. Поспокойнее надо в обороне. Это звено Варады. За исключением вот того выхода Проспола пока ничего хорошего. Нет, так, бросок в воротам. Это Виктор Козлов. Не попал. Да, выше. Ну, чуть-чуть ему неудобно было бить по шайбе. Он так подстраивался, подстраивался под нее. А потом видит, что уже опаздывает с броском. Днепряев. Бросок в воротам. Но в каком-то вратарском футбольном броске эту шайбу парирует Вакуум. Хорошая передача. Зиновьев. Нет, Козлов. Ну, Виктор, бросок в воротам. Не получает. Блокирует защитник. Чувствуется, наша играет с большим желанием. Ковальчук сломал. Да, замах на рубль был. Клюшки здесь ломаются часто. Видимо, что-то не выдерживает. Ковальчуку помогать надо. Даже без клюшки. Побороться хотя бы, потолкаться там на ближней штанге. Он рядом был со скамейкой запасных. Ему надо было смениться, и все. Ну, предпочел сам бросить шайбу к нам в зону. И почему-то первым. Нет, нет, Заколов на месте. Нет, вот в спину его пытался. Там толкнуть не вижу, кто. Дацук. Но Ягра с места не сдвинешь. Ягра ждет передачи. И сделал такой пас. Какой пас сделал Ягра. Все сделал, положил, защитник выманил. И отдал просто только по шайбе по побегу. По выборной 1-0. Всего-то 7 секунд. Оставалось до того, чтобы вышел наш пятый полевой игрок. Но чешская команда сумела реализовать преимущество одного игрока. Но как-то вот оставили Марков и Вышедкевич. Вдвоем опекали одного соперника на две тачки. И в результате Ягра абсолютно открытым остался. Абсолютно открытым. Тут еще от своего шайба-то залетела. Козлов, Зиновьев, Ковальчук у нас. Гусев и Калинин. Назад надо бежать и Козлову, и Зиновьеву. Втроем против одного. Калинин дальнего не берет. Выезжает. Это повезло сейчас. Творжик просто один был. А кого брать? Втроем против одного защитника. Кого брать, Сергей? Он расстроится, не может защитник? Очень опасно. Так у всех. Спокойно сыграл сейчас Макс Соколов. Козлов входит в зону. Оставляет шайбу. Ах, Ковальчук. Ковальчук. Хороший момент. Да, хороший. Поточнее бы в средней зоне. Это наш недостаток. Кстати говоря, мало играем в пас. И порой играем не точно. Выход один на один. Молодец, Соколов. В очередной раз спасает нас. Секора. Имел шанс. Афиногенов. Афиногенов уехал от шайбы. Опять бригада, спецбригада Чехов. Ягар с партнерами. И Кубина и Жидлицкий. С мощными бросками. Да, вот Кубина бросает. Ковалев. Проспал активно атакует. Ковалев прижал клюшкой шайбу к щиткам. Но Проспал... Ну, в общем, он должен это делать. Это его обязанность? Ну, это с одной стороны обязан делать. А с другой стороны... С другой стороны Проспал-то. Что же стал бить вратаря нашего по перчаткам, когда Соколов забрал шайбу уже? Большинство преимущества одного игрока. Нашим надо быть очень внимательными. Слабенько. Не смог выбросить шайбу из зоны наш Денисов. Кубина опять набрасывает на пятачок. Молодец. Семин успел... Успел помешать Ягрум Яшин. Ягра с шайвой. И вот... Ну, Ковальчук. Обыграть. Не надо тормозить. Великолепная передача. Да ну... Зиновьев даже мог обходить. Но бросал. Все равно молодцы. Хорошая, хорошая контратак. Хорошая, великолепная. Очень хорошая. И Ковальчук молодец. Не стал в традиционном своем стиле сам бросать. Окей, да? Здорово. Молодец. Великолепно. Ну, что там будет? Ковалев. Удаление. Судья фиксирует, что было нарушение правил. Да, Ковальчук на приеме шайбы неудачно сыграл. Слава Богу, что шайба осталась у нас. Поменяли наши шайбы. Женовьев. Да. Это Ковальчук. С какого парашюта он попал? То по нормальному, с кольящей шайбе не попадал, а тут футбольный пас. Ну, да. Наконец-то и мы реализовали численные преимущества. Ну, вот наша критика, да? Да, я думаю, дошла. Да нет, конечно нет. Дошла до сборной. Ну, 1-1. Ну, наверняка над этим компонентом. 12.59 реализовали большинство. И даже в око он не помог. Столь мощный и острый был бросок. Неожиданный. Мощнейший щелчок. И опять вдвоем на Каберле выезжали, оставляя Ягра там позади, за спиной. Ну, молодец Прошкин, Сергей. Сейчас хорошо сыграл, да? Ну, куда, что Афиногенов делал передачу. Ох, какой проход Афиногенова великолепный совершенно. Осталось только забить. Ну, как говорит один мой приятель, это не хоккей, а ананайская борьба. Ну, ну. Нет, нет, не смог. Не смог все-таки Марков вывести шайбу на ближнюю штангу. Можно играть. Афиногенов завладеет шайбой. Мы втроем. Ой, промах. Какой промах. Какой промах. И контратака тут же. Соколов. Браво. Жидлицкий. Чехи обороняются всей пятеркой на рубеже своей синей линии. Жидлицкий шайбой. Может получиться контратака. Это Семин. Не поднял шайбу. Не поднял шайбу. Ай-яй-яй. Какая контратака. Какая контратака замечательная. Ягр на дальней штанге. Хороша комбинация. Но слава богу, что Ягр не попал по шайбе. Кубина. Ягр. Макс. Соколов отбивает. Снова Ягр. По-моему, в штангу шайба попала. То ли в перекладину, то ли в штангу. Мощнейший бросок. Я даже боюсь говорить, сколько осталось до выхода четвертого игрока. Кубина. Снова Ягр. Ну где будем бросать шайбу? Наших четвером. Тут же чехи вдвоем атакуют. Антипов. Подержать надо шайбу. Не торопиться Антипову. Не с руки было. Не очень удачная передача по замыслу. Хороша. На Денисова. Карповцев. Ребята, чехи-то тоже паникуют. Гол. 2-1. Мы выиграем. Яшин. Яшин. Наконец его прорвало. Скрытый пас спиной к воротам. Он делал, по-моему, не бросал. Он нау-пас. Непонятно, кто забил. То ли Яшин, то ли его партнер. Нет, Яшин. Во второй раз мы реализовали чистые преимущества. Ну вот полез судья смотреть повтор. А что там смотреть интересно? Не были ли сдвинуты ворота? Не находился ли игрок в площади ворот? Нет, я думаю, что рикошет, скорее всего, сейчас будет смотреть. Ну давайте посмотрим, что нам покажет вот это. Коньком. Коньком Семин. Я думаю, что сейчас не засчитает. Движение коньком безусловное было. Да. К сожалению, да. Ну правда, решает-то не этот судья, не тот, который наверху. Не Хендриксон, а тот, который сидит наверху. Гол, так называемый. Да, видят джадж. Не засчитает, да, я думаю. Сегодня точно так же. Финны забили шайбу. Два игрока канадских вместе с ротарем были в воротах. И ворота были чуть-чуть сдвинуты. Вот как растолкует этот судья, который наверху сидит. Да, было ли движение коньком? Да. Движение коньком Семина. Или он просто ехал, а в него попало. Или он специально. Или как попытку остановить шайбу, или же как направленное движение в сторону ворот. Смотрим внимательно за судьей. Если разведет руки в стороны, значит не засчитывает. Зачитал. Я думаю, не только мне, моему коллеге Сергею, но и болельщикам нашим. Ягра прорывается. Очень острая передача. Как бросал сейчас Штрабак. И Соколов просто чудом каким-то среагировал. Мощнейший бросок. Около своей синей линии. Ну вот, тем не менее, сумели... Не сумели, вернее, противостоять сопернику. Ну что ж такое, Семин. Сам подыграл, это называется. Зачем обыгрывать? Отдадим должное Максиму Соколову. Брошкин. Вышла шайба. Вдвоем против одного. Не спеши. Не спеши, Семин. Да. Жаль. Жаль, жаль. Очень жаль, да. Передержал шайбочку Александр. Передержал. И опять Кубина там. Устали, устали. И чехи устали. Очень внимательно надо сыграть нам. Какой проникающий. Ну вот теперь контратака может получиться. Козлов и... Тоже сил нет уже. С Ковальчуком. Витя, сам бросай. Ну что? А зачем Ковальчук едет так далеко от ворот? Он что, почему не сближается? Нет, ну нельзя было ему сближаться. Зачем? Тогда Козлову невозможно будет сделать передачу ему. Нет, ну хоть... Он у самого борта. Нет, он нормальную позицию занял. Вот он с шайбой. Что делает? Соколов. Еще раз Соколов. Ребята, стоять-то не надо. Ну что же у ворот стоим? Все пятеро. Пашеткевич просто стоит. Паника в обороне. Организованности нет никакой. Здесь надо умом обороняться. Пашеткевич просто не движется. Что с ним? Он устал так? Слышите, как зрители поддерживают? Неактивно мы. Ждем. Ждем, что чехи ошибутся. Ну и куда же? Спокойно, спокойно. Молодец. Молодец, Жанков. Спокойно. И опять не... Ну я удивляюсь просто. Отсутствие полного... Ну, два. Втроем против двоих. Нет, Ковалев бросал в ближний угол. Но все наоборот. И опять контратака. Трое против одного. И мимо ворот. И опять мимо. Брошкин я вижу. Почему-то Ковальчук на вбрасывание. Даже не хочу ничего комментировать. Не хочу. Неужели гол, а? В штангу шайба попадает и конец игры. Все. Мы выиграли. Сборная России, несмотря на то, что демонстрировала невнятную игру, во всем пока чемпионате, единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. Сборная России в непростом для себя матче одержала победу со счетом 2-1. Забегая немного вперед, это поражение стало первым и последним у чешской сборной на данном турнире. Ведь команда Владимира Рожечки возьмет золотые медали. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok